чаще всего агроном приходя в поле он наблюдает непосредственно за температурой чаще всего для него это стоп-фактор высокие температуры я должен либо остановиться до либо температуры достаточные я могу продолжать работу кстати и производители пестицидов то же самое делают и представители непосредственно в полях и на упаковке пишется там температурный режим редко кто пишет про другой фактор это влажность окружающей среды влажность воздуха ну вот температура 25 градусов 28 градусов как правило это допустимый промежуток когда мы работаем и об этом знает агроном но как только красная линия приближается 30 градусов начинаются звонки представителям можно или нельзя работать и вот это ключевой фактор можно или нельзя да действительно высокая температура она меняет каплю рабочего раствора и действительно происходит ее испарение происходит ну скажем деформация самого действующие вещества кристаллизация возможно но это вот все сугубо индивидуально зависимости от пестицида но это как бы является как бы красной такой чертой но на самом деле нужно еще такой фактор вспоминать которые агрономы слабо и редко где учитывает это влажность воздуха почему давайте вспомним такую науку как метеорология ведь там давно и одним из первых приборов для оценки влажности воздуха применялся гигрометр принцип работы которого основан на двух термометрах один сухой другой влажный и влажный за счет испарения влаги всегда показывал температуру ниже что это нам говорит вот эта разница и наложение этих данных на график собственно позволяло рассчитывать так называемую точку росы в том числе точку росы и этот же принцип необходимо учитывать испарение процесс испарения капли рабочего раствора необходимо учитывать в процессе нанесения рабочего раствора на объект контроля то есть если мы будем говорить о том что температура является ограничивающим фактором нет это лишь один из составных элементов если у нас температуры высокие но и высокая влажность то логично же будет что процесс испарения и изменения действующие вещества он будет в замедленном состоянии пусть им влажность в районе влажность воздуха 220 градусов до и 24 процента влажности воздуха скорость испарения влаги будет одинаково в условиях когда влажность будет 44 процента и температура 35 градусов то есть именно вот наш коридор работы он будет одинаковой скорость испарения этой капли да я прекрасно понимаю что это мы говорим про воду меняя физические свойства воды мы можем этот коридор несколько измерить и исследовать и пользоваться этим компания спрайтек мы сейчас предлагаем рассмотреть вот как раз два параметра окружающей среды и температуру и влажность воздуха путем наложения на один графике использования так называемого дельта т дельта т у нас на сайте можно посмотреть или в интернет ресурсе но суть в том что дельта т показывает скорость испарения влаги и на графике можно путем сравнения текущих показаний температуры и влажности посмотреть на кривую этой дельта т расчетный посмотреть могу ли я работать при заданных параметрах что произойдет с моим с моим рабочим раствором вот быстрее испаряться или медленнее тем самым мы просто говорим о том что наш продукт он позволяет работать в более таких скажем критичных условиях благодаря своей формуляции вот поэтому дельта т принято еще в астралии в начале 90-х годов это очень такой интересный параметр который более полно отражает картину возможности использования вот агрегатов в поле дельта т это так по сути показывает до период в течение которого происходит испарение ну поэтому нам очень очень важно как я сказал могут быть разные условия по температуре и влажности но период жизни капли период испарения будет одинаковый и нам незачем будет останавливаться даже при 30 градусов различные типы обработок гербицидные фунгицидные инсектицидные они имеют естественно под собой определенные пестициды и там разлипать по различные по системе работы на объекте контроля вот но все связано с водой так или иначе действительно в одних условиях мы можем использовать более крупную каплю в других условиях более мелкую но помним про испарение но секрет заключается в том что при любых типах обработки нам необходимо фракцию капель которая выходит из форсунки иметь одинаковую поэтому прежде чем я скажу там как работать с водой необходимо помнить что форсунки должны быть правильно настроены должен быть правильно настроен опрыскиватель это гипер важно вот направляясь сюда к вам я задумался над тем что же важно да в жизни может быть семена может быть подработка почвы может быть опрыскивание гербицид или что-то еще на самом деле все очень важно в каждый этап работы каждый вот этот элемент он важен предположим что мы выбрали хорошие форсунки они у нас еще работают в нужном диапазоне нет у них чрезмерно выработки у нас опрыскиватель современный или качественно налаженные и так далее да у нас процесс распыла идет хороший но проблема в том что все равно форсунки дают определенную разность спектра размера капель все равно и допустим капля размером 50 микрон при температуре 30 градусов и влажности примерно в этом же диапазоне это очень мелкая капля агроном когда видит туман такой после опрыскивателя это вот она которая летит улетай так вот срок жизни такой капли всего лишь три секунды и она летит буквально три сантиметра особенно когда еще нету стабилизации крыльев опрыскивателя крыло поднимается и эта капля погибает поэтому нужно убрать вот эту слишком мелкую фракцию добиться однородности фракции и чем выше процент однородных достаточно скажи не крупных достаточно крупных капель в районе условно скажем 200 микром но это очень очень условно вот добиться вот этой однородности помогает физическое изменение капли да мы уже отошли от опрыскивателя говорим про физическое изменение но если сказать как это сделать то надо называть такое слово как одеванты сейчас принято под одевантами при нем понимать очень много различных вспомогающих средств да но именно одеванты такие кстати как наш full-tech в составе содержат масла и вот благодаря тому что сейчас переключимся на физику капля в полете элементы капли далее и молекулы они обладают довольно хорошей взаимосвязью так называемая когезия когда капля находится в полете и если мы добавим силы этой когезии до взаимосвязи молекул между собой то процент вот этих неоднородных капель мелких капель он просто будет снижаться это элементарно вот тем самым одеванты по факту не утяжеляют капли а за счет взаимосвязи молекул не дают дробиться чрезмерно но напомню опрыскиватель давление форсунки здесь играют также ключевую роль то есть добавление таких одевантов как full-tech способствует формированию однородных капель благодаря чему у нас и нету излишних потерь капля она уже по массе действительно будет однородное более тяжелая но главное это нет вот этих мелких капель и они летят туда куда нужно соответственно это и есть один из ключевых факторов менять ее физику взаимосвязь молекул между собой когезия да она определяет насколько быстро капля начнет испаряться когда мы вводим какие-то возможно масляные как в нашем случае с full-tech масляные компоненты они усиливают взаимосвязь молекул воды между собой ну и соответственно мы сохраняют пестицид в более таком плотном состоянии и требуется более высокие температуры для того чтобы скорость испарения вот этой капли влаги было более эффективно то есть таким образом одевант защищает рабочий раствор увеличивая продолжительность жизни на поверхности объекта контроля лист или вредитель неважно да действительно такое тоже может быть и здесь уже собственно нужно указать именно вот это физическое свойство что процент крупных капель он становится считаете между срок тяжелых капель он становится гораздо выше но не до беспредела конечно если ветер у нас там 14 17 метров в секунду то мы должны поливать с вами не водой с рабочим раствором а чистым там маслом да тогда конечно же снос будет меньше нет не до беспредела именно вот делая однородные более скажем крупные капли и по массе тяжелее они способны долетать до объекта контроля и нивелируя вот эту вот проблему порыва ветра у нас это тоже включен в состав этот функционал full-tech то есть антиснос это очень очень нужная вещь потому что эти первые обработки когда температура нарастают эти порывы ветра порой снос бывает значительный и потом возникают конфликты между соседними культурами